Я хочу пригласить вас на фестиваль благости. Это удивительное место в Чёрном море, Анапе, много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Если говорить об успехе дальше и не так возвышенно, то у меня есть тоже кое-что сказать вам. Дело в том, что успешен тот, кто знает законы. Вот, допустим, в сознании своём человек всегда должен знать, что добро всегда побеждает зло. Такой закон. Но в промежутке может быть иначе. Это в конце побеждает. А в промежутке может зло побеждить добру на какое-то время. Но что такое позитивный взгляд на вещи? Это когда человек знает, что в конечном счёте добро побеждает зло. Всегда. Добро всегда побеждает. Это значит, что если я правильно живу, я в конечном счёте буду победителем. Но на промежуточных этапах каких-то может быть не так. Приведу пример. Я в институте, в нашей группе только один изучал, как правильно жить. И все остальные изучали медицину. Разницу чувствуете, да? Ну, соответственно, у них было такое сознание. Они могли там в анатомичке трупу ручку засунуть как бы в рот преподавателя, когда он учился. Преподаватель заходит, а у него трупа ручка в рту. Такой с ручкой задумчивый такой лежит. Такое сознание. Люди не понимают, что есть более высокие какие-то материи. Им надо выучиться и деньги зарабатывать на лечении. А я пытался выучиться, чтобы людям помогать, чтобы делать их счастливыми. У меня другая была цель. И меня не понимали там никто. У меня не было друзей. Все считали меня... Сейчас тоже многие так считают. Я привык нормально к этому отношусь. Почему? Потому что я сам понял, что это не я, а они. Раньше не понимал. А теперь я точно уже это вижу. Понимаете? То есть люди примитивные, приземленные, они считают возвышенных людей ненормальными. Но реальность совсем другая. Итак. Я был там такой вот ненормальный там человек. Но я никогда не унывал. У меня в сердце было всегда чувство, что это временно. И потом я увидел через годы, что многие мои знакомые студенты, они начали слушать лекции. Они начали менять свою жизнь. Они начали развиваться. И даже школьные люди, которые в младших классах со мной учили, тоже начали идти этим путем. Приходит время, и люди трезвеют. У них открывается картинка, что жизнь более глубокая, чем кажется. Это успех. Потому что дальше будет все лучше и лучше жизнь, когда человек это понял. Но сначала на пробежущих этапах будет испытание. Вот человек встает, допустим, на путь самосовершенствования. Смотрите, что дальше происходит. Если говорить о структуре психики человека, то у нас в сердце находится зона, которая отвечает за судьбу. Всегда человек хочет себе удачи в жизни. Он не хочет, чтобы было страдание. Поэтому всегда это желание вытягивает в самое лучшее наружу, в самый плохой внутрь. И плохой периодически прорывается. Это называется «не повезло». Плохой период в жизни. Несчастный случай. Человек всегда желает счастья себе, удачи, удачи, удачи. Он никогда ни удачи не желает, но приходит, там же копится это все. Вот, допустим, если в унитазе все копится, ты закрываешь крышку. Просто, чтобы не видно было, да? Дальше что будет? Крышка отодвигается, потекло, да? Называется «плохой период в жизни». Люди думают, что это не повезло. Причем не повезло? Крышка просто переполнилась. Так живут все люди на земле, понимаете? Приходит время, крышка переполняется, говорит, у нас что-то треснуло в семейной жизни. Да ничего не треснуло, вы просто неправильно жили. У вас все меньше и меньше было между вами любви. И потом бац, все закончилось. Почему? Потому что вы не дарили друг другу любовь, вы пользовались друг другом, наслаждались друг другом. Теперь все закончилось. Это не то, что не повезло, понимаете? Плохой период настал. Нет, это неправильное мышление. Все люди хотят счастья в этом мире, и поэтому страдания пытаются отодвинуть, закрыть на них глаза, на свои грехи, на трудности, на испытания. Теперь, что такое благостная жизнь? Человек знает, что надо молиться Богу, надо вытаскивать из себя грязь и ее побеждать. То есть человек уже хочет из сердца вытащить неудачу, нехорошее, а он хочет вытащить что? Плохое. И поэтому плохое выходит. И так как оно там копилось, оно выходит с удовольствием сначала. Поэтому первый этап жизни людей, которые начали работать над собой, люди многие говорят, Олега Геннадьевича начала работать над собой. Сначала так все классно было. Удача вышла, порция удачи вышла. Несколько месяцев взлет такой, подъем. Потом бац, и все стало плохо. Родственники говорят, ты сектантка. Друзья отворачиваются, родители плачут. Никто меня не понимает. Все как-то все от меня отвернулись. Все плохо стало в жизни. Почему? Потому что этот пласт грязи, который копился, вышел наружу. Для чего он вышел наружу? Потому что у вас есть силы с ним справиться. И этот период длится какое-то время. Может быть год-два. Человек, что происходит с человеком? Он начинает перелопативать это все. Вот всю грязь, которая у него копилась, он теперь ее отчищает, очищает, очищает из своего сердца. Другие люди просто ломаются, понимаете? Людей косят просто. Пришел плохой период, он в запой ушел. Там или на операцию, там, в запой. Самоубийство, там, еще что-то, понимаете? Людей косят. Мы не замечаем. Так происходит. Но человек, который пошел правильным путем, он не дает возможности себя скатить. Он грязь как бы вытащил из сердца. Начинает молиться. Добрые дела делать. Всем желать счастья. В храм ходить. Жертвовать нищим. Помогать друзьям. И какое-то время, где-то год-два, он этот пласт грязи перерабатывает. И потом раз, как девушка говорит, а мне хорошо стало. Кончилась грязь. И она, вау, все, мне хорошо. У меня теперь полет. Это следующий этап жизни. Самосовершенствия. Потом опять количество переходит в качество. Полет, полет, это раз, опять нет. Полет, оно более глубокое восприятие мира. Более глубокое видение жизни. Уже видение, как все живут. Уже свои чувствуешь в следующей жизни и так далее. То есть человек начинает все глубже жить. И так опять как бы вытаскивает слой еще, как каких-то грехов, опять их перемалывает. То есть в промежутках бывает трудно, бывает несправедливость какая-то, бывает тяжелая судьба. Человек думает, может я не тем путем идю, потому что он неопытный. У него нет позитивизма, мышления, потому что нет опыта. Ему кажется, может быть, что-то не то я делаю. Нет, ты все делаешь, что просто в промежутках будут испытания. Потому что будут пласты грязи выходить из сердца. Их надо будет очищать.